О чем беседуете? Чем интересуетесь? Об истории вы о чем? История? Какой истории? Какой период? Любой, лишь бы вы что-то читали. Какую вы последнюю книжечку читали по истории, кроме учебника и художественной? Ну, последнюю я читал Толочка. Алексея или Петра? Алексея. Какую книгу? Я название, честно, не помню. Ну, о чем это было? Об истории самой Руси. Понятно. Поговорим о Руси или что? Давайте по истории Руси. Давайте, по вашему мнению, современная Россия имеет отношение к Руси? Конечно. Какое? Это ее как... Вот вы откуда... Вот без всякого... Вы откуда родом место? Давайте вы без вопросов мне попытаетесь... Хорошо. Потому что это малая родина... Это малая родина... Да не перебивайте. Не перебивайте. Это малая родина России. Что значит? Русь это малая... Малая родина России. Не понимаю. Россия пошла из Руси. Каким образом? А почему она стала называться Россией, а не Русью? Не задавайте мне вопросы. Если вы мне будете... А вопрос не надо... Если вы тупо вопросы... Если вы будете задавать вопросы, я на них буду отвечать... Вы обозрётесь. Вы обозрётесь. А вы будете отвечать в это время. Нахуй. Вы обозрётесь. Очень просто. Вивезти россиян на ситуацию. Из себя, господи. Треба задать вопрос. Почему Русь это Россия? Далее пошла чудовая работа российских стоматологов. Ну и не менее чудовая эмоциональная реакция. Привет. Привет. О чём общаетесь? Знакомое лицо. По-моему, мы с вами общались. Возможно. Я общаюсь об искусстве. О чём? Об искусстве. Какой период искусства мирового вам лучше всего? Ну, нравится больше всего? Ну, я не то что обо всём искусстве. Скорее, музыки больше. Период развития музыки. Какой вам больше всего нравится? Мне нравится романтизм. Это 19 век имеется в виду или раньше? Да, 19 век. Шопен, Ли, Шуберт, Шуман. Понял вас. Ну, я далёк от музыки. Вы какую страну выбирали для общения музыки? У меня стоят все страны. Без мир. Я понял. Латвия, Литва. Что-то такое. Не разбираюсь. И со всеми о музыке? Ну, да. Ну, нет. Я говорю, что я о музыке общаюсь. Кто-то слетает. Кто-то говорит, ну, давай. Я понял. О музыке романтизм. А почему именно романтизм? Ну, потому что это более... Ну, этот стиль более отвлекается. В душе, чем классицизм, там, не знаю, более современная музыка. А классицизм это какой период? Ну, классики. Венские классики. Гайден, Битхойн, Моцарт. Это... 18 век. До 15-го, да, конец 18-го и начало, ну, где-то 1-го, до 22-го года, примерно, считается классицизм. Потом пошел романтизм. Понятно. Вы сами играете? Ну, маленько играю. Ну, я как бы не пианист по образованию, а хоровик, дирижер. Я закончил консерваторию. Ну, естественно, вот у нас, ну, преподавал спортипиано. Понятно. Я не пианист. Как спрашивал Жванецкий, в консерватории ничего менять не надо? В консерватории? Ну, да, как вы считаете? Вы помните это у Жванецкого или нет? Нет, к сожалению, нет. Ну, я посмотрю. Интересно даже. Ну, это с политикой связано, поймите. Когда в политике все плохо, может, говорит, Жванецкий, может, консерваторию надо что-то поменять? Я в политику не лезу. Чего? Зачем смысл? Ну, как? Вы отделяете себя от своего государства, от своего общества? Я не патриот государства, я ничем не патриот. Не патриот чего? Не патриот государства, либо не патриот страны? Не патриот страны. Даже страны не патриот? Нет, конечно. А что, надо быть патриотом? Не, я спрашиваю. Нет, нет. Я не привязан к кому-то месту, к стране, не знаю. Понятно. Гражданин мира. Так. А че ж вы? Гражданин мира. Вы же и украинской володеете? Ну, трогой володею. Не мама украинка. Мама украинка. О, как добре. З какой области мама украинка? У нас это руссковец. Руссковец, Львівская область. А тато россиянин. Тато россиянин. А вы людина світу. Я людина світу, людина мистецтва. Как-то так. Выбирайте, пожалуйста, украинскую мову я не говорю, как украинець. Правильный. Нема я справжних, нема я не справжних. Это стереотип. Ну, я говорю по-иншому. Я не говорю так, как людина, которая живет в Украине. Ну, я зрозумев. Так что, но украинскую мову я понимаю. Повесточка приходила до вас. Гражданин Вина Шміра, да. Не, не приходила. Не, вы не служили в Збройных Силах? Не. А как вам удалось не служить? У меня были проблемы с здоровьем. А, проблемы с здоровьем. Ну, извините. Ага. Профессионный. Вина. Но сейчас грибут всех, говорят. Не боитесь, что вас загрибут? Но не грибут всех. Ага. Ну, намечается же тотальная мобилизация на тот год. Ну, может быть, ничего не слышу. Пойдете в оркестр, пойдете в військовый. Ну, в оркестр, может быть. Не пропадут. Да, вы то не пропадете. Люди то пропадают. Ось в чем проблема. Ну, тут пока в мире всего нехорошо. Ну, да. Все пропадают, как бы. Сотня туда, тысячи туда. Я бы там думать, мне кажется, себе дороже. Набережно. Краще не думать про це. Ну, да. Как дитинка. Я вот в домику, вы меня не чипайте, да? Правильно. Моя хатка с краю ничего не знаю. Я же хохол. Ні, нема такого хохол. Є українець. Мати може казати про себе, що завгодно. Але ви себе не усвідомлюйте українцем. Це стопроцентно. За что же мова? Ні, нема такого национальности. Ну, так, якщо буде повісточка, пойдете? На вашу думку. Не знаю. Не знаю. Может, гроші хотят. Может. А якщо не гроші? Может, вони за ідею воюють якусь? Ну, может, у кого-то есть какой-то патріотизм, который бьет себя в грудь. Я пойду, типа пойду. Ну, у нас є патріоти, бо ми захищаємо свою батьківщину. Ми ж не нападаємо на інші держави чи щось не так? Ой, ви вже в політику. Я сказав, я о політиці не говорю. Я давно, вже хвилин 10 з вами про політику спілкуюсь. Ви якось не заметили. Ну, видно. Ну, якось слово про повіточку, а потім вже... Ну, так, слово за слово. Сначала дієм пальчик, потім п'ятерню, потім лапку. Ну, треба про політику, благаю. А про що ж ми з вами поспілкуємося? Ну, не про музику ж. Можем про історію поспілкуватися. Ви далеко від мікрофона. Далеко? Так. О, ну, мікрофон же ж не такий, як треба. Можем про історію поспілкуватися. Як вам таке? Про українську історію? Про російську, про світову. А що вас так лякає українська історія? А ну-ка, ну-ка, це вже цікаво. Я читав ці книжки історії України. І що вас там злякало? Це було давно. І там написано, що время, ну, той період, в який Україна входила, це називається советська окупація. Я так книгу закрив. Це підручник шкільний ви читали, чи який? Шкільний підручник. Шкільний підручник. За який клас не пам'ятаєте? Ой, зараз, так, це було. Барат у мене. За десятий, так? Так, клас, наверное, дев'ятий. В дев'ятому не може такого бути. Клас десятий. І що? А ну, мож би, так. І ви вважаєте, що то не було окупацією. А що ж то було? Ні, а якось окупація? Окупанти що роблять? Розручають, а вам... Ні, ви неправильно розумієте термін окупація, тому у вас таке уявлення про окупацію. А що тако окупація? Це захоплення чужої території, без дозволу того уряду, який на цій території існує. А окупант може і конфети роздавати. Ось мій батько, йому було декілька років, коли почалась Велика Вітчизняна війна, у нас у хаті жили румуни, не німці, а румуни. І вони мого батька кормили конфетами, він їх не бачив в житті до того. Цукерками? Цукерками, так. Так, 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 цукерками, дякую, дякую, дякую. От він такого окупанта пам'ятає, що його цукерками кормили. Це ж не відміняє того, що румун був окупантом. Чи відміняє? Не, дивіться, наприклад, присоединили западну Україну. Не присоединили, а захопили. А, виходить. Окупувавши частину польської території, так. І що тепер робити? Нічого не робити, бо в 75-му році Рослянський Союз підписав Гельсінську угоду, де чітко записано, що як би кордони не формувалися, шляхом окупації, не окупації, їх міняти не можна, бо це шлях до Третєї світової війни. І нічого не робити. Поляки до нас претензій не мають, вони до вас мають претензій. Але то таке. Так, а де не було окупації тоді? Що-що? На картах написано Лемберг. Так, Лемберг, це по-німецьки. По-польськи Львов. По-українськи Львов. Так що, не було окупації в 39-му році? Не знаю, так. Бачите, вже не знаю. То вам не сподобалося, а тепер ви вже не знаєте. Так, може, ми з вами розберемося, ні? Не треба казати це слово. Яких? Да. Ну, ви ж називаєте там... Жодного разу, нікого я в бесіді з вами, тим більше. Формальне слово? Це образливе слово, не називайте. Будете називати, я вам звук виключу. Проблема в тому, що я з вами спілкуватись не буду, якщо ви будете багато раз називати одне й те саме слово. Україна забула свою історію. За це Росія підправить вам? Україна забула... А, підправить. Уже підправить. От. Як би він про ту свою музику не говорив, але виведений був на чисту воду. Я забув, що Росія підправить вам історію і втік. Як було воно імперське, так воно імперське і залишилося. Незалежно від того, хто у нього мама. Добрый вечер. Мене звуть Віталій, як вам обращаться? Мене Максим звуть. О чому общаєтесь, Максим, здесь? А ви історик? Я історик, да, Максим. А, поняв. Так о чому ви общаєтесь? Давайте об історії поговоримо, якщо хочете. Давайте. А какую ви посліднюю книгу читали, кроме учебників і художествами по історії? Ну, я в последнюю книгу читал, отчетки об історії церкви под ретакцией Дворкуна. Знаете, так ось? Слышав, але не читал. Ну, да. На какую тему хотите поднять? Ну, даже не знаю. Какие обычно ви підпочитаєте абсолютно? Обычно мне надоели эти темы. Это темы Бандера, СС Галичина, Вторая мировая и то, что Украину придумал Ленин. Понял. А вот смотрите, вот по поводу самого названия Украины. Ну, я как бы просто ради зашли. И то же название Украина, да. Что вы хотели? Вот когда впервые упоминается об украинцам, именно как о народе, а не как о людях, которые проживали на Копир. Начиная приблизительно 17 века. Это вы про Виговского хотите сказать? Вам куча документов, есть акты Юго-Восточной России. Это несколько томов под редакцией Антоновича, изданное во второй половине 19 века. Это куча документов. Там в каждом первом документе говорится об украинцах. Как о народе. Как о народе, да. Как о народе, да. Как о этнической общности имеется в виду. Да, да. Как, еще раз, Антонцев, да, вы сказали? Акты Юго-Восточной России. Антонович. Это профессор Киевского университета. Это сборник документов. Причем эти документы издавались в царское время, во второй половине 19 века, когда официально слово «Украина» и «Украинцы» фактически не употреблялось царским режимом. А тут десятки, если не сотни документов, где об этом говорится. Открываете, читаете. Хорошо, спасибо. Сейчас, конечно, под рукой у меня нет. Зайдите на канал к Маразенко. Есть у нас такой блогер. Я слышал, да. У него в каждом втором видео, он прямо демонстрирует эти документы. И выделено слово «Украинец», «Украинский» и так дальше. Не, ну надо посмотреть, что документы, в каком контексте это все употребляется. Там десятки документов, в каком контексте. Вам все время нужен контекст, который вы хотите вырвать, как кое-кто кое-кому, кадык, хочет вырвать в беседе друг с другом. Таким нужно контексты. Десятки документов в контексте отдельного народа употребляется это. Он будет контекст смотреть. Пусть смотрит.